Изменение параметров назначения базовой и солидарной пенсии коснулось более 1 миллиона 400 тысяч казахстанцев. Это произошло после ежегодной индексации выплат на уровень инфляции с опережением на 2% в этом году в рамках реализации поручений, озвученных главой государства в послании народу Казахстана в 2022 году. Как менялись параметры назначения государственных пенсионных выплат, расскажем в этой программе. Размер и порядок пенсионных выплат в Казахстане регулирует закон о пенсионном обеспечении в Республике Казахстан. По состоянию на 2023 год возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 63 года, а для женщин – 61. В период с 2023 по 2028 год пенсионный возраст женщин не будет меняться и будет стоять на этой отметке. Ожидается, что максимальный уровень пенсионного возраста – 63 года – начнет действовать с 2031 года. При этом обязательный трудовой стаж для мужчин составляет 25 лет и выше, для женщин – 20. Минимальная пенсия может быть начислена при наличии минимального стажа работы, но отсутствии достаточного уровня дохода. В течение пяти лет размер базовой пенсии будет повышен в среднем до 50% и коснется всех пенсионеров Казахстана. На сегодняшний день в нашей стране проживает 2,3 миллиона человек этого возраста. В целом же в период с 2023 по 2027 годы будет произведено поэтапное доведение размеров минимальной базовой пенсии с 54 до 70%, максимальной со 100 до 120% от величины прожиточного минимума. Важно помнить, что пенсия является замещением ранее утраченного дохода. При назначении солидарной пенсии во внимание принимается только два показателя – трудовой стаж на 1 января 1998 года и среднемесячный доход в претензионный период. То есть чем выше эти показатели, тем выше размер пенсии. При этом размер базовой пенсии также будет ежегодно повышаться в связи с изменением размера прожиточного минимума на уровень инфляции. При этом следует отметить, что размеры назначенных солидарных пенсий ежегодно повышаются с опережением уровня инфляции на 2%. Если в прошлом году максимальный доход, учитываемый для исчисления пенсии, по возрасту составлял 46 месячных расчетных показателей, то теперь при повышении его до 55 он составляет почти 190 тысяч тенге. Такие показатели также отразились на размере пенсии. При этом изменение коснулось как новых, так и уже состоявшихся пенсионеров. Повышение максимального дохода, принимаемого при расчете пенсии, увеличило размеры назначаемых солидарных пенсий и обеспечило сопоставимость в размерах пенсии и зарплаты в предпенсионный период. С 1 января 2024 года правительство предусмотрело средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и за выслугу лет с учетом повышения их размеров на 9%. Повышению размеров пенсии будет способствовать и введение условно-накопительного пенсионного компонента за счет обязательных пенсионных взносов работодателей в пользу работников. ОПВР будут вводиться поэтапно в течение пяти лет, начиная с 1,5% в 2024 году до 5% в 2027 году. Почему было принято это решение? Данная мера направлена на повышение уровня пенсионного обеспечения молодого поколения казахстанцев, размеры пенсий, которых будут напрямую зависеть от их пенсионных отчислений. Их пенсия будет складываться из трех компонентов. Базовой пенсионной выплаты от государства, накопительной за счет своих отчислений и условно-накопительной за счет взносов работодателей. В этом году в рамках изменений, принятых социальным кодексом, пенсионеры по выслуге лет получили право использовать все свои пенсионные накопления для покупки жилья или оплаты лечения. Об этом заявили в Министерстве труда и социальной защиты населения. Кто имеет право на такое изъятие денег? Пенсионеры, накопления которых составляют не менее 40% от размера утраченного дохода, то есть ранее получаемой заработной платы. Они смогут использовать до 50% оставшиеся в ЕНПФ суммы пенсионных накоплений. А также граждане, уже оформившие себе пенсионный аннуитет и имеющие еще накопления при делах оставшейся в ЕНПФ суммы пенсионных накоплений. Редактор субтитров А.Семкин